МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро. Ну что ж, мы сегодня будем готовить. Всем телезрителям очень интересно. Что мы попробуем на завтрак? Сегодня мы будем пробовать на завтрак яичницу с сыром скаморца. Ох, как интересно. Попробуем. Итак, сковорода на плиту. Только я не расслышала, с каким сыром? Скаморца. Вот она перед вами. Что это такое за сыр? Это молодой сыр, приготовленный по итальянской технологии. Очень вкусный, полезный, без консервантов, из натурального молока. А на какой он похож, чтобы нашим зрителям описать? Он не похож на вкус и ни на что. На вкус итальянских. Лучших итальянских сыров. Хорошо, давайте. Что нам еще понадобится? Нам понадобится тост, естественно, яйцо, сам сыр, масло, соль, перец. Ну и, собственно, в общем-то... И фантазия. И фантазия, да. Кто на что гораст. Масло наверняка оливковое? Конечно. Что там с нашей сковородочкой? Немножечко пустярво. Пока тут тосты жарятся. Расскажите нам, как производится сыр? Мы берем свежий надой молока. Так. Привозим на производство. Молоко уральское? Уральское. Машкирское у нас есть. Отлично. Высшей категории. Высшей категории. С высоким содержанием белка. Так. Теорище на производство, и потом что с ним? Да. Передаем сыроварам. Так. Используется сычуга, они молоко там загущают, потом, в общем, чего-то там несят. Там целое... Это же производство. Да. Мне кажется, можно еще чуть-чуть подрумянить. Еще чуть-чуть. Буквально две минутки. Этот сыр относится к категории твердых сыров, мягких сыров, каких? Это полутвердый сыр. На самом деле он может быть и совсем мягким, когда свежий. И если его выдержать от трех до шести месяцев, он уже будет относиться к более категории твердых. Отлично. А молодой сыр и пожилой сыр, они чем отличаются? Ароматом, вкусом, насыщенностью. То есть молодой будет более мягкий вкус сливочный. Ну, потому что он молодой, да? Конечно. Ну, переворачиваем тосты, они теперь уже точно готовы. После того, как мы поджарим тосты, что нам нужно будет сделать следующим шагом? Я буду привлекать Максима с его мужской силой на помощь. Давайте. Нужно будет вырезать кольцо вот на этих вот двух тостиках. Отлично. Причем ровненько, аккуратненько. Одно кольцо. Одно кольцо, два не влезет. Выкладываем тот же самый тостик на сковородочку. Сейчас мы это все очень быстро организуем. Теперь аккуратно вбиваем яйцо в этот круг. Как здорово. Максим, надо немножечко убавить. Хорошо, пожалуйста. Интересно, чем можно еще воспользоваться, если нет специального вот этого кружочка? Мне кажется, можно ножом вырезать. Аккуратненько, да. Ну, можно, но не очень удобно на самом деле получается. Так, теперь немного соли. Дорогие друзья, обращаю внимание, что соль и перец вы это делаете по вкусу. Тот, кто не употребляет соль, может обойтись просто перцем. А кто и перец не употребляет, можно обойтись и так. Ой, как вкусно. Так, немножко можно посыпать сыром. А вот этот сыр, он плавится? Он плавится, но не очень сильно. Поэтому вы сейчас сможете это увидеть. В идеале, конечно, это можно натереть на терочке сыр. На мелкой, да? Да, совсем мелкой. Но поскольку в гости не ходят с теркой и с тостером, поэтому я порезала ножом. Так. Еще сыра. Да? Да, можно прям большой кусок. Обязательно ли использовать какой-то специальный сырный нож? Или можно любым? Да, можно любым. Вряд ли кто-то держит дома специальный набор, не знаю, сырный какой-нибудь нож. Закрываем. Так, крышка. И выключаем. Крышка, друзья. И выключаем. И выключаем. Да, иначе тост начнет гореть. Нужно, чтобы чуть-чуть сыр подплавился. Понятно. Я прямо через крышку вижу, сыр расплавился. Али, ап. Прошу. И теперь мы аккуратненько вырезаем то, что у нас случайно пролилось мимо тоста. Мне кажется, яйцо еще не до конца запеклось. Значит, надо подождать. Да, хорошо. Давайте я вам помогу. Давайте. Вот здесь я буду весьма аккуратен и нежен к этим тостам. Максим, а вы что, идите на завтрак? Вы знаете, вам честно сказать? Да, конечно, честно. Я, к сожалению, практически никогда не завтракаю. Чашка кофе и вперед. Ну, да, конечно, у вас тут придут все завтрак, приготовят. Да. В этом плане мне повезло с работой, я вам точно скажу. Точно. Итак, еще раз закроем крышечкой, чтобы... Чуть-чуть яйцо подпеклось. Яйцо подрумянилось, да. Давайте спросим у Златы. Злата, что ты предпочитаешь на завтрак? Злата предпочитает две чашки кофе, Максим. Чуть больше, чем ты. Потому что я действительно с утра тоже не могу по каким-то причинам завтракать. А вот через пару часов после пробуждения во мне просыпается аппетит. А как же вот эта знаменитая римская поговорка «Завтрак съешь, сам обед поделись с другом, а ужина...» Завтрак-то я съем, просто он у меня чуть позже, он как раз готовится. И поэтому, когда я прихожу на работу, меня всегда ждет горячий завтрак. Отлично. Ну что ж, вот на этот раз, я думаю, точно можно выкладывать. Да, совершенно точно. Сделано красиво. Вы мне позволите? Конечно. Максим, вы, кстати, замечаете, что вы мне всегда очень помогаете? А вы знаете, я... Это делаю с огромным удовольствием. Он ищет подработку просто. А, ну мы вас берем на кухню. А, у вас там есть тарелочка, да? Да, есть одна некая проблема, что у нас на данный момент... Прилипло. ...не цепляется, да. Вот дорого. Я очень аккуратно эту сковороду буду беречь. Ой, как здорово. Красота. Да. Если бы хлеб был чуть-чуть побольше в размере, было бы намного удобнее. Я вам расскажу один секрет. Очень-очень давно, когда мы еще только начинали с вами входить в эпоху всяких разных разносолов, мне рассказали, показали маленький секрет уральской пиццы. Вы даже не представляете. Взяли булку хлеба, разрезали ее, выскребли всю мякоть, наполнили туда всяческсяченье и поставили в духовку сверху, засыпав чуть-чуть сыра. Ты, Настя, не забалтывай, выкладывает он себе там все самое вкусное. Все самое вкусное Анастасия сейчас закладывает сама. Вот такой вот завтрак для любимых. Еще раз, как называется этот сыр? С коморцем. Дамы и господа, сеньоры и сеньориты, посмотрите, какое великолепное блюдо у нас получилось. Буквально пять минут и тосты с яйцом, сыром с коморца и помидоркой готовы для вашего завтрака. Ну а мы прямо сейчас предлагаем всем телезрителям узнать, какие интересные мероприятия стоит посетить в Екатеринбурге на этой неделе. У нас на очереди афиша.